всем привет я получила очередную посылку из интернет-магазина пряжа су и сейчас я буду показывать что я какую пряжу я получила всего пять видов и в разных цветах и я сейчас буду показывать что я получила и рассказывать о своих планах на эту пряжу под видео в описании будет ссылка на каждую позицию сегодня показанной мной пряжи и на сам магазин оставлю ссылку и также там будет указан промокод на 122 который на сегодняшний день действует до 1 февраля 2024 года и дает скидку 5 процентов на ваш заказ более подробная информация в описании к этому видео начну я с пряжи которую я докупила то есть это не на отдельный какой-то не на отдельное изделие а это я докупила пряжу которая мне не хватило на то изделие которое я сейчас уже вижу я показывала видео о том что я вижу вот этот вот эту кофточку цвет видите как меняет с цель на вязаным воротником полу патентной резинкой сейчас она у меня уже подросла немножко и я заказывала в прошлый раз упаковку 5 мотков и сейчас уже вот на этом этапе я понимаю что пряжи мне не хватает 5 мотков в комментариях был вопрос спрашивали сколько пряжи у меня ушло на этот кардиган я ответила что я его еще не закончил этот или кофточка это будет это будет не длинная причем изделие и все равно мне упаковки не хватает этот узор очень хорошо кушает пряжу и уже поняв что мне пряжи не хватает я решила еще запастись двумя матками она абсолютная приложила одинаковая по цвету совсем не отличается хотя разный как он называется партия разная и так пряжа это alize alpaca royal которая в новом составе в 100 граммах 250 метров номер цвета 618 вот я даже не знаю как назвать этот цвет я подбирала пуговицы в интернете пыталась подобрать и не смогла озвучить вот этот цвет как вот он в поисковике чтобы забить я не знаю может быть от темная лаванда или как его назвать сейчас вроде без самого изделия он правильно пока примерно показывает правильно но все равно это сложно вот такие сложные цвета камеры они трудно берут такие сложные цвета так здесь состав если кто-то не знает 55 процентов акрил 15 процентов альпака 30 процентов шерсть ну посмотрю я пар парочку видов заказала может быть что-то из того что потому что я на экране видим одно сейчас я об этом еще буду говорить как я ошиблась при выборе при выборе одной пряжи в результате потом бывает получаем немножко другое поэтому общем вот эти два матка это я сейчас я вот там вижу один моток и один у меня еще остался получается вот эти два у меня пойдут на рукава и тогда мне точно хватит в общем сейчас у меня получается в общем 7 мотков дальше вот эти маленькие моточки 2 я взяла чтобы добавлять к носкам она очень пушистая и моток вот он посмотрите вот этот 50 граммов а вот в этом всего 25 они практически одинаковые из-за того чтобы пушистая пряжа это пряжа сиам аура здесь состав 70 процентов суре альпака 30 процентов полиамид и в моточке вот этом 25 граммов длина нити 225 метров то есть вот этих двух моточков хватит на очень очень много здесь 500 метров если добавлять в ту же носочную пряжу она цвет не изменит потому что она вот такая тоненькая но она довольно прочная и при этом она даст вот эту пушинку и носки будут носиться дольше конечно она может быть это наглость такую пряжу использовать на носки но если говорить о том что вот здесь 500 метров то получается и не такая уж и наглость в общем для так цвет номер я скажу а вот 801 хорошо вот здесь отпечатано здесь рекомендуют спицы 34 если в одну нить вязать я не знаю что наверное какие-то паутинки или что я не знаю если в одну нить вязать я не вязала из этой пряжи и конечно можно попробовать какой-то небольшой образец связать посмотреть что это может быть здесь такая прелесть получается что мне захочется что-то еще связать из этой пряжи кроме того чтобы добавлять ее к носочной пряжи дальше это мне знакомая уже пряжа я вязала неоднократно из такой пряжи это ализе baby wool у меня так 56 мотков вот такой сиреневой пряжи и один белый это я хочу связать детский плед основа будет сиреневая и обвязать по краю белым вот красивое сочетание сиреневый белым с белым мне кажется прелесть нежно так получается и связать я хочу его спицами а обвязать по краю каким-нибудь ажуром там я несколько себе сохранила как обвязку по краю крючком так я же не сказала цвета сиреневый 146 вот этот он не бежевым как они совсем прямо белый немножко молочный но смотрится хорошо сочетание даже наоборот получается более теплая тогда так этот шестьдесят второй номер состав здесь 40 процентов шерсть 40 процентов акрил и 20 процентов бамбук вискоза так что здесь у нас рекомендуют а в 50 граммов 175 метров и вот рекомендации спицы два с половиной четыре крючок 13 я пока не знаю каким номером спиц я буду вязать сначала я конечно попробую это пряжа мне очень нравится тем что она пружинистая и очень очень мягкое полотно получается нить хорошо скручена я вязать планирую в одну нить так как хочу чтобы это такой нежный получился плед благодаря составу такому он все равно будет теплым даже если он будет тонким поэтому слишком какой-то толстый плотный плед вязать я не планирую хочу вот в одну ниточку узор я тоже пока точно я знаю что это будет плед на узор точно я еще не выбрала опять же накидала себе в корзину несколько вариантов буду выбирать повяжу сначала на образце и потом уже определюсь какой мне больше понравится который будет смотреться более красиво на этой пряжи такое выберу и обвязку крючком я думаю что здесь тоже надо будет конечно выбирать такой ажурный ажурный узор чтобы он не сделал край слишком плотным несколько схем тоже себе сохранила что это будет вот такой детский плед дальше тоже знакомые мне пряжи причем даже вот в этом цвете я уже ее получала из интернет-магазина пряжа со и в этот раз я взяла еще вот тут у меня еще 4 матка я начала уже сейчас я не буду показывать что там только начало вязать кофточку из такой пряжи в одну нить я показывала в своих видео о том что я вижу что я из подобной пряжи только секционного крошения вижу практически связала уже пончо и вот связав это пончо примерив на себя мне так понравилось вот это ощущение этой легкости и комфорта что мне захотелось связать еще и как не не пончо а просто кофточку и я планирую связать с цель навязанной планкой которая будет с узором с длинным рукавом какую какая будет длина этой кофточки я пока не решила буду уже это решать в процессе когда с регланом буду вязать сверху с цель навязанной планкой и планку хочу тоже не резинка сделать а там будет определенный узор но попробую посмотрю я пока только-только начала совсем еще только вижу планку и точно еще не знаю так я оставлю или еще будут как я люблю сто раз перевязывать это пряжа alize angora gold и так сейчас я скажу по пряжи потом скажу для чего еще эти четыре матка дополнительно 80 процентов акрил 20 процентов шерсть в 100 граммах 550 метров здесь очень хороший метраж и и пряжа уходит немного на большое изделие вот этот шикарнейший цвет меланж голубой меланж цвет 221 вот именно вот в этой пряжи он просто смотрится изумительно не знаю как отразить ли это камера мне особенно нравится как при дневном свете здесь сейчас искусственный свет как при дневном свете этот цвет он просто вот переливается вот так весь несмотря на пушок даже не скрывает этот пушок переливы так номер цвета я сказала 100 граммах 550 и спицы 36 рекомендует я пончу вязала три с половиной и кофточку тоже начала вязать спицами три с половиной миллиметра и для чего же я взяла еще четыре матка у меня уже есть 5 этого за глаза достаточно даже очень много на то изделие которое хочу но я взяла вот тело 1 пусть будут там сколько у меня уйдет конечно 5 все не уйдут я хочу еще соединить еще из этой пряжи связать уже соединить с другой пряжей так сейчас я возьму моточек вот с такой вот на камеру сильно они отличаются в жизни не очень ализе коттан гол тоже я из пряжи получала здесь состав 55 процентов хлопок 45 акрил и мне кажется вот если к этой пряжи добавить вот эту пушистую но будет еще сильнее меланж опять же это все надо пробовать посмотрю получится или нет и на не будет ли это слишком толстым потому что даже в одну нить хоть здесь и 550 метров даже в одну нить полотно получается не совсем таким паутинкой как вот например она бы получилась из пряжи аура поэтому в общем то я взяла для этого попробую посмотрю вот сейчас меня я даже прямо задумалась я не смотрела на это сочетание под искусственным цветом совсем совсем другое чем это смотрится при дневном свете ладно буду вязать пробовать если даже это сочетание не подойдет не понравится мне то это пряжа у меня все равно найдет свое применение она мне очень очень нравится и я заметила вот сейчас я когда пончу практически довязала примерила на себя каким-то образом это пряжа мне не колется хотя кто-то у меня спрашивал колется ли мне я писала что немножко колется потому что из подобной пряжи только секционного окрашения я вязала крючком давненько уже не помню когда есть на канале я вязала крючком палантин и вот этот палантин я просто запомнила что я тогда его на себя примерила потом его подарила мне показалось что он ну как будто покалывал меня а вот это пунчо я даже специально по квартире немножко какое-то время походила думаю может быть я ошибаюсь нет вот не колется даже вот сейчас квартире тепло достаточно и все равно нет ощущения колкости и поэтому я в общем смело решила еще что-то вязать из этой пряжи тем более что цвет мне прямо глаз не оторвать как нравится так и последнее это несколько цветов пряжи alize lana gold 800 вот с этой пряжи немножко у меня произошел казус я перепутала цвета что я хочу связать так сейчас я хочу связать из этой пряжи плед крючком узором 3d и для этого мне нужно было несколько цветов я увидела вот такой плед и их много в интернете этих пледов 3d и мне понравился цвет в сочетании с белый серый черный бортовый красный и я выбирала цвета по фото белый понятно белый по фото на сайте которая смотрела вот этот цвет он и название у него светло-серый он там выглядел как серый я как-то не не стала даже смотреть я обычно бывает несколько страниц с палитрами открою сравниваю потому что есть в интернете допустим забиваем палитра пряжи такой-то да и смотрим и в этот раз я просто смотрю светло-серый и серый меланж и в результате получилось что они совсем не сочетаются между собой это совсем не то что мне нужно было и теперь я вот буду думать я хотела так смотрите вот от угла если кто-то знает если не знает можете забить в интернете плед 3d он вяжется квадратами от угла вот от угла я планировала белый цвет потом у меня должен идти светло-серый потом чуть темнее серый вот так видите здесь уже нет вот этого градиента значит вот сюда нужно что-то другое или сюда или сюда более темный дальше за ним за вот этим должен был идти черный но я не внимательно посмотрела черный цвет номер 60 четко на сайте написано черный я почему-то глянула на картинку вот этот темный и я выбрала коричневый хотя вот сейчас зашла специально посмотрела на сайте вот этот цвет я сейчас все цвета перечислю вот этот цвет четко написано коричневый мне нужен был черный ладно это ерунда этот я заменю а вот с этим как я буду выходить из положения я не знаю буду думать конечно в общем вот здесь должен быть черный дальше после черного бордовый после бордового красный все обвязка этих квадратов белым поэтому я взяла два белых два красных потому что больше большая часть ну как бы шире даже самая широкая часть квадрата будет в конце то есть красным цветом самая маленькая белым но так как на обвязку еще идет белый то я выбрала еще белый цвет 2 красных 2 белых а вот с этим что-то буду думать потому что он сюда совсем не клеится какая-то ерунда получается и я не знаю кстати надо посмотреть палитре если вообще в этой в этой пряжи в палитре на этой пряжи более светлый серый цвет ладно буду думать мне не хотелось бы прям сразу вот так переходить с белого на серый потом на черный вот здесь какой-то еще должен быть цвет тогда вы в самый раз получилось и так теперь по цветам я скажу чем я надеюсь вы поняли что я хочу тем более что он даже кто не понял я в любом случае буду это показывать потому что ну коричневый я конечно же куплю черный еще цвет обязательно но так как я планировала начать сегодня вязать этот плед то эта идея конечно пока подождет но потом я куплю черный и посмотрю уже с этой ниткой схожу посмотрю что сюда можно подобрать еще пряжа ализе лана gold 855 51 процент акрил 49 процентов шерсть 100 граммах 730 метров хотя насколько я помню раньше было 800 везде 730 смотрю вот здесь 800 в коричневом это только в белом что ли 703 ой что я смотрю а ну правильно 730 метров а здесь 800 метров вот это это даже для меня новость представляете 800 сером 730 в белом 730 бордовый коричневый 800 красный 730 что за новость кто знает что это такое почему я прям сама в ступоре в этом 730 может это какие-то изменения что теперь она вся 730 или как напишите кто знает я прямо растерялась ладно давайте пойдем по цветам белый 55 серый меланж где номер цвета 21 бордовый 57 коричневый надо было черный номер 60 я выбрала коричневый номер 26 но я заменю не хочу и коричневый так красный номер 56 и вот этот который на сайте указан светло-серый по факту голубоватый я бы его светло-голубы голубым назвала не светло-сером номер 200 в общем вот такая ерунда получилось ничего страшного это все исправимо я заменю вот эти два матка все остальные мне подходят большинство подходит и хорошо а с этими двумя вопрос решаем ничего страшного вот такой пряжи получила такие у меня на нее планы буду вязать надеюсь что видео вам понравилось что вы вдохновились я вот когда вижу много пряжи у кого-то смотрю пряжу мне прямо еще больше все время хочется вязать уж когда я ее начинаю трогать то так не то слово я желаю вам вдохновения всего самого доброго и до новых встреч